Холушки Амигос, снова вы, снова я и это Postal 2 Paradise Lost, полноценное дополнение для игры Postal 2, которое кто-то зачем-то взял и просто выпустил. Что уже хочется отметить, это очень стильное и сильное музло вот здесь, вот в заставочке, просто охренительная тема, надо будет сейчас записать и срочно пойти Ост найти саундтрек, то есть и вам тоже советую послушать. О, слышите, слышите, там пришлось убавить, я думаю, мне просто правообладатель яйки отрежет. Да, очень четкое сочетание фортепиано и электрогитары, но мы здесь не за этим. Итак, да-да-да-да-да-да-да-да, русского языка в игре нету, но это та самая игра, где можно и без него все понять, в смысле без русского. Сюжет игры прост, главный герой вернулся в город за своим четвероногим другом, за Чемпом, видимо. А, ну, да, вот. Но в городе, до хрена, чё типа изменилось? А шо там, всё разве закончилось? А, ну да, в двух дополнительных днях, вышедших в дополнение к игре, по-моему, там в конце ядерный взрыв происходит, потому что там нашествие чего-то, жапли, окошки там вместо дождя падали, ещё чё-то. Игра, конечно, по-своему, революционная. Что ты, ступидор? Та-а-а, потому что до этой игры никто так не плевал на цензуру, на, не знаю, какую-то мораль. Просто взяли и сделали из кошек глушитель для автомата и дробовика. Играл ли я в эту игру? Да, я ещё как играл в неё. Это я вам скажу, когда я купил свой первый компьютер. Первые мои два диска для него были. Это... Грёбаный кусок дерьма под названием Port Royal. Стратегия про пиратов. А вторая была Postal 2. Так что я начал просто свой... Свой игровой путь по играм для компьютера с игры Postal 2. И с тех пор я постоянно улыбаюсь и хихикаю. Наверное, я ёбнулся. Потому что... Потому что... Потому что чё я там только не делал. Господи. Комиксные заставки какие-то нереально долгие, я хочу сказать. Ты в порядке? Да, да, я в порядке. Пошёл ты в жопу, господи. Postal всегда был трешаком. Откуда тут заставкам взяться? Что за глупость? И не успела GTA 5 поставить новый мировой рекорд по времени загрузки своего уровня игры. Как и вот тут же побил аддон для Postal 2. Потому что загружалась эта игра просто нереально долго. Для вот этой графики можно это время умножить на 15, наверное. Вот просто реально 5 минут я где-то сидел, смотрел на тупо чёрный экран. Я даже уже не был уверен в том, что когда-нибудь это закончится. И вообще наступит ли завтрашний день для меня. И просто раз и игра началась. То есть там была какая-то шкала загрузки, но она куда-то просто пропала. Итак, у меня есть охота собаки. И я должен напросить людей, не видели ли они мою собаку. А это, в общем-то, что это такое? О, спички, конечно же. Это, в общем-то, клоун той миссии, где нужно... Миссии второго дня, где нужно было собирать подписи для петиции. Где подходить и говорить, эй, не подпишешь ли ты мою долбанную петицию, чувачок? Кого это здесь похоронили, интересно. Видимо, он самый почётный гражданин этого города. Ну, потому что даже, не знаю, даже кошку догадались бы похоронить где-нибудь нормально. Ну и, конечно, игра лагает. Ну, куда без этого-то, блядь. Такой движок-то, пф, ептать. Что это, соус, да? Или что? Эй! Переходим к плану Б, обоссым эту сучку. Протри глаза и посмотри ещё раз. Видела ли ты? Овца. Мою, сука, любимую собаку. Блядь, что это? Что-то я нажал. А, это на Е открывается карта? А как же пинкадать? По-моему, шансы, что кот и эта фотография тебе знакомы? Да, 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 точно. Соль, мне как будто снова, сколько там, сколько там лет мне было, когда я играл в эту игру. Просто ничего не изменилось. Собачку видела? Блядь, какого чёрта ты начинаешь орать и бегать здесь, как... А почему тут одни тёлки, вообще? Дерьмо какое-то. Я и тебя унижу, чё ты думаешь? А самые тупые люди на свете, которые вообще ничего не могут сделать, кроме как орать и бегать как... Чё там закрыто? Жалко, нельзя с расстёгнутой ширинкой подходить и спрашивать про их со... Вы сумку уронили, девушка. Эй, крутыш, ты видел мою? А чё это он делает? А, это полицейские? Они бьют меня пустыми руками, но... А, рук такой, как будто бьют дубинкой. Кстати, я поставил фикс... Да, патч ещё на 50 метров, который исправлял всякие глюки. А я не знаю, видимо он исправил не всё, потому что копы... Ну ладно, хрен с ним. Это дикий-дикий запад теперь, видимо. О! Что я вижу? Посмотрите, на СССР. Мне туда надо? Это почта. Animal Control животных. Да, мне туда надо. СССР. Расшифровывается как... Creation Control Center Pets. Креативный контроль... Чего? Креативно-контрольный центр... Короче, было написано что-то типа... Центр контроля за скотом и животными. В стиле СССР. Но это, чёрт возьми... Обычный торговый центр из Дней Крочи. А это обычный... Эти... Митинговальщики, короче, возле книжного клуба. Или там за дикую природу. Только теперь они... Теперь они бастуют. За что? Приматы... Мои предки. Так, что ли? Животные тоже люди. Чимпанту-чимпан... Спроси... Спаси всех шимпанзе и шимпан... Блядь, это я нихую знаю. Это слишком сложно. Животные... Тестируют вождение моих бананов. Прекратите взрывать землю. Ладно, как всем хренам. Видимо, я дерьмовый переводчик. Либо... Наколки. Хабиб с Пауэр Сентон. Что это такое? А, это торговый автомат Хабиба. Здесь продается радар для кошек, хрустелка для собак, кевларовый броник, какого-то хрена и аптечка. В принципе, и еще, конечно, здесь продаются пушки в соседнем холодильнике. За 20 долларов можно приобрести дробовик. А, я думал, петарды. Газ, бензин, гранаты. Очень хорошо. Лишь бы не просроченные, я надеюсь. А то я хочу купить дробовик за 20-ку. Мне кажется, что это очень выгодное предложение. Да-да-да, эксид меню где? Вот, смотрите-ка. Дробовик перерисовали, лучше стал выглядеть. Кого хер ты меня перебиваешь? Что происходит? Андерфилд, Тинкфон, Али, чё? Вывод... Хер, вывод блох, наверное. Пожалуйста, можешь... Нет, это не все. Я был искренне за моего лишнего пчела. А, это здесь кот орет. Я прислушиваюсь, думал, опять бусинка приперлась. Стекло не бьется. Но слона, видимо, можно напугать. Он устроит здесь локальное разрушение. Нихера ничего не открыть здесь, странно. А, так, чамп здесь. Интересно, может, его надо как-то позвать? Ноп. Ноп. А, у него из пасти торчит. Господи, эта собака сдохла, смотрите. У неё застывшая блевотина, что ли, это или что это? У меня что-то изо рта торчит. Надо ходить, и просто чувак сам узнает свою собаку. Нет? Может, кошку заведём? Нахрен нам с этим чемпом. Ну и где же всё-таки эта чёртова собака? Нет, не он. Точно, по-моему, похоже. Может, она знает, где другая собака? Может, она нюхала его жопу где-нибудь? Недалеко отсюда. Что это должно быть? А чё это с ним? Что, что, что? А чё, у неё жопа зашита или что? Понять не могу, что это... А-а. Да ладно, вот этот прикольный, давай возьмём его. И что? А где кошки орут? Я чё-то понять не могу. Блядь. Надо отвыкнуть нажимать Е в этой игре. Это самое тупое управление, когда на Е открывается, блядь, карта. Она и на кнопку М открывается, блядь, и на М, и на любую, походу. В общем-то, насчёт квестов тут никогда особо не запаривались. Всё проходит под девизом. Не важно, как начнётся, важно, чем накроется. Блядь. Где тут кнопка действия? Она здесь вообще есть? Э-э-э. Ходить. Ага, ВСД, понятно. Экшн. Чё? Саицид? А, ну да, есть такая хуйня здесь. Ха-ха-ха. Что и руки. Фак ю. Фак ю. Ага, послать нахуй, да. Всё это есть. Кстати, работает джойстик. Работает джойстик. Ну-ка, может на джойстике получится. Это карта, хорошо. Разработчик оптимист, однако, сделал игруху для джойстика. Может он думал её на консоли продать? Я не знаю. Нету. Да, теперь он зачеркнул. И сейчас начнётся какой-нибудь просто балбал у сатаны. Это же постол нахер. Здесь, блядь, пакет молока нельзя купить сходить, чтобы война не началась. Всё. Защитники животных переходят в наступление. И нападают на одного единственного сотрудника этого бедного несчастного зоомагазина. Или что это? Вау. Какая ты умная. Ага, и можно отсюда сдриснуть через клетки. Чтобы... Наслили её кровавым поносом. Да, да, да. Смотрите, какая куча говна. Он мне дверь закрыл. Блядь, сука. Мы все умрём. Взрывайся. А, и появилась невидимая стена здесь. Да куча придачу ко всему. Ну да, сортирный юмор. Да, это постол. За это мы его и любили, все, я уверен. Все, кто в него раньше играл. Редко бывали гумозники, которые обсирали постол. И то потому, что они в него играли поздно уже, когда уже выросли из этого возраста. Что ты делаешь здесь? Эй, кто ты? И под прикрытием организации по помощи и защите животных. Вау, снайперка. Здесь наверняка изобретали какое-нибудь биологическое оружие, я не знаю. Да как открыть-то здесь что-нибудь? По-моему, двери в постеле сами открывались всю жизнь. Хватит орать, как у меня, сука, от вас голова болит. А как перезарядить это дерьмо? Он на R доста... А, здесь же нет перезарядки. Здесь же на R он достает свой гидрант поливальный. Так, я лезу туда, где снайперка была вроде как. Карты в вентиляционных каналов, конечно, у меня нету, поэтому как отсюда выходить, я хер его знает. Ну, вроде здесь вот снайперка, это точно. Хочу найти электрошок, чтобы показать вам, как я казнил неугодных мне баб в этой игре, тогда еще в далеком 2000-каком-то хер знает году. 2001-го эта игра, да, или 2003-го? Ну, в общем, самое начало нулевых. Сколько патронов-то у снайперки? 8. Да, 12. Чё-то так долго изображение проявляется в этом прицеле. Чекпоинт, хорошо. Так, кто будет? Обезьяна с пистолетом? И в голове у нее трубочки какие-то воткнуты? Что ты делаешь здесь? А, не надо думать, что вот эти вот борцы за природу нас пощадят. Как правило, все в этой игре психи, и все воюют со всеми. До какого фоя ты промахиваешься на такие расстояния? Еще лечится персонаж здесь курением, насколько я помню, надо выкурить трубку. Обезьяна с пистолетами воюют на моей стороне? Хрен-то. Вот, вот та подмога, о которой я всю жизнь мечтал. Выходи, брат. Мой меньший. Какого ху... Прикольно. Ну-ка еще раз. Ай, блядь, да убери ты нахер свою карту эту, блядь, прошути. Выходи, черепауха. Тартилыч. Никак не выпусти. Давай. Ну, давай, вихрь, как та. Давай. Кстати, я вижу кошкину жопу, смотрите. Вот даже в этой графике они не поленились и нарисовали кошке розовое очко. Причем самое правдоподобное, что в этой кошке есть, это ее жопа, блядь. Почему обезьяны меня не спасают? Какого хера? Блядь, смени оружие к херам собачьим. У-у-у. Здесь прицел залипает, он должен был после каждого выстрела убирать глаз от него вроде бы. А то его хер заставишь перестать целиться. Перестать, да, целиться. Ой, аптечка с лавой яйцам. Ну да, регулярно тупят. Враги. Блядь, ширинку опять расстегнулся. С болтающимся членом пытаюсь на них напасть. Отличная, бессмысленная, беспощадная просто, блядь, игра. Главное, что самое главное, что в этой игре всегда была цель. То есть ты не просто так ходил, здесь хернёй страдал, говно пинал. А ты чётко шёл купить пакет молока для своей жены, там, купить коробку котлет. Да, скорострельность у пистолета здесь смешная, конечно. Одна жизнь нет, господи, сраное дерьмо. Блин. А чё это у меня голова перебинтована? О, автосейв. Слава автосейву. Так, обезьяны наши друзья, не будем их трогать. Ой. Обезьяна, видимо, надрессирована. Убивать людей в белых халатах, которые причиняли ей боль и страдания. Всю недолгую обезьянею жизнь. Выходите, выходите, мои друзья. Вперёд. И начинается самый тупой шутер вообще, блядь. В истории, наверное, игр. Он настолько вообще кривой и беспощадный, что, блин, не знаю. Как бы даже позиционную стрельбу-то не устроить, потому что, нахрен, высовываться надо полностью, чтобы стрелять. Прицела нет на правую кнопку, хер к такому привыкнешь. Жалко, на броне денег не было, было бы проще намного. И патронов надо было купить. Блин, я постоянно пытаюсь перезаряжаться на эра. Это, блядь, расстёгивает ширинку. Это тикет. Как её застегнуть-то теперь? Так, кошки наши враги. Кошек мы не выпускаем, хорошо. Отлично. Да, блядь, не нажимать на эр, не на... Не нажимать на эр, блядь. В бою это страшно. Он, понимаете, он долго... Но он не сразу реагирует на застёгивание ширинки. Он какое-то время хочет побегать и проветрить своё паханство, поболтать членом, я не знаю. Всё, кончились патроны. Блядь, этот прицел тоже, вон... Сука, пока он проявится там, я не знаю. Такое ощущение, что, знаете, персонаж зажгуривается, когда приближает глаз к оптике. Не нажимать на эр. Блядь, да чё нажимать на эр, сука, на. А где выход-то отсюда? Блядь. Я не могу играть в игру, где нельзя перезарядить пистолет. Это... У меня в голове просто сосуды лопаются. От такого, просто от возмущения. Это же... Это я не знаю. Всё равно, что снова начать кричать, что земля квадратная. Да, давненько я не играл в шутеры на мышке. Ай, блядь. На правую кнопку знаете, что делает пистолет? Стреляет. На левую... Как и на левую. Это что такое? Это питьё. То есть он наш попил. Ой, блядь. А, я знаю, что это за... Раньше сигареты, по-моему, такие были. Трава или что-то типа того. Он теперь взял два пистолета в руки. От этого ни разу ничего не стало лучше, я думаю. Кроме расхода патронов. И вот слон... Слон благодарит своих спасителей пиздаками, хоботом и... Даже не знаю, копытами или что-то у слона, блядь. Отшёл жопу. Не, тогда, в далёком прошлом, я просто профессионально играл в эту игру. И проходил... Проходил её на уровне близко к идеальному. Сколько у меня денег? У меня ноль, что ли? Я настолько беден. Да, а почему из них деньги не выпадают? Странно, вроде раньше было всё. Мои обезьяны меня покинули и убежали в свободный мир жить своей свободной жизнью. И так началось восстание планеты карликовых обезьян. На самом деле, глядя на вот эту карту игры, которая пока что только маленький кусочек, и на то, что в начале игры написали понедельник, со мной понятно, что они добавили сюда ещё одну неделю. И это не та игра, которая... Твою мать. Нет, я не хочу бросать свой ствол. Как я без ствола-то буду? Как я говорил, убрать ствол? Дурацкое управление. Дроп. Нет, не дроп. Фрихэнс. Где это было-то? А, МТ. Да, всё. Всё, 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 всё. Оп. Я снова законопо... Да ёб твою мать, ты чё делаешь-то? Можно ещё край спички в руки взять? Или вот здесь вот фотку. Нет, видимо, не видел. Так, а где, куда, куда идти? А, всё, правильно. Карта новая, город новый. Так вот, эта игра реально похожа на продолжение того самого постового. Во-первых, она так же выглядит, она спиздила несколько миссий нагло тут же, с самого начала. И, по сути, это хорошо, потому что тот третий постол, который вышел от наших разработчиков, его даже закоренелые фанаты постола обосрали. Вот, третий был обосран всеми. Эта игра просто не пишет загрузку уровней, поэтому я не знаю, на каком моменте обрываются мои слова. Как я не знаю, иду я правильно или нет, что? Пантер Пилснер Чемикал Компани? Пантер Пилснер, это что-то типа пиво, что ли, типа ФС Пилснер? Не знаю, пивоварня какая-то, возможно. Нет, мне надо за едой. Мне надо вот сюда. Какашьян! Кок-кокашьян, да. Это отстой яйца, видимо, кок. Какашьян. Это, видимо, троллят Ким Кардашьян. Я не знаю, какаш... какашьян. Ну, у нас в России мало кто имеет представление. Я думаю, о том, что такая Ким Кардашьян, я сам не ебу. А, наверное, какая-нибудь там очередная Памела Андерсон. Можете ли я расширить это для тебя? Как, если... Э, мужичок, ты не против, что я тут встану? Может, ты за одну мою собаку видел? Холос! Кокашьян, опять? Я не знаю, что спутки на всех. Эй, ты на лицо. Холос, ты видел этого птица раньше? О, мой Бог! Холос, я думаю, что я начинаю чувствовать паттер на тебя. Я тебе драма, мальчик! Что не так с фоткой? По-моему, нормальная фотка. Пошел нахуй. Они восприняли это как шутку? Холос, ты. Холос, ты, брат. Ты там. Что ты думаешь о птице, в этой фотографии? Здравствуйте, сэр или мадам. Можете ли мне сказать, если ты видел этого птица? Ты там. Что ты думаешь о птице, в этой фотографии? Холос, холос! Холос! Да, это то, что я думал, что случилось. Ты не можешь птица. Эй, перед тем, что ты в твердом, можешь мне сказать, что ты знаешь о этом? Холос! И еще раз, еще раз реакция к пирому твердому. Что за херня? Не понимаю. Что сделать надо? Почему в этом Макдональдсе одна касса только работает? Я вообще сюда пришел? Сюда? Ну а что? А, я вижу, что надо взять. Я вижу. На, коробку с жратвой. Ну а что, взять и спиздить? Главное, что они подозревают не меня. Ну так, а почему они написали, что день закончен? В смысле, что задание выполнено? Что-то нихера я не понимаю. Конопля? Надо палить. О, бонг! Надо палить. Работает тут какой-то чувак, который косплеит безумного Макса. О, вода для проверки проколов или что это? Надо палить. Я что-то нихрена не врубаюсь, честно. В то, что надо делать на этом долбаном уровне. Здравствуйте. Привет. Это будет хорошо. Я извиняюсь, но ты нужна больше денег. Моя плохая. Хм, все без денег. Боже мой. А, я застрял. Я застрял, вот так вот. И я почему-то сдох. Что меня убило? Меня убило... Меня убила геодата этой игры. А значит, что первый взгляд на нее заканчивается. Это невообразимо по-прежнему глупая игра, которая, как ни крути, но она, сука, для упоротых детей. Потому что больше никто в здравом уме не будет играть в настолько бессмысленную ересь, мне кажется. Когда-то, да, когда-то я был ребенком, мне эта игра казалась безумно прикольной. Но сейчас я уже так вообще не думаю. Я думаю, что это бессмысленная хуйта, в которую просто невозможно играть на шереме, потому что невозможно же понять иногда, что от тебя хотят, что от тебя надо вообще. Вот. Как шутер она тоже никакущая. Единственное, что бесконечно кладезь черного юмора, который тут, опять же, надо понимать. Потому что если... Не можешь оценить такую шутку, как аббревиатура СССР на центре контроля животными, там, то есть... На приюте для животных, вернее, так будет правильно сказать, то как бы нечего ее и ставить. В общем, всем спасибо, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Адьё. Субтитры сделал DimaTorzok